Привет, друзья мои! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом отличного куриного паштета. Я его называю просто намазка. Кстати, эта намазка получается довольно-таки калорийная и сытная. И для тех, кому нужен более легкий вариант, кое-что в рецепте можно изменить. Но все по порядку. Для этого паштета я беру именно филе бедра. Можно, конечно, заменить на грудку. Филе отвариваю вместе с луком и морковью. Добавляю лавровый лист, соль и перец горошком. Если филе уже сварилось, а лук и морковь еще плотные, то филе достаю из кастрюли, а лук и морковь довариваю. Параллельно слегка обжариваю грецкие орехи. Вторую луковицу нарезаем мелким кубиком. И измельчаю чеснок. Лук обжариваю в небольшом количестве сливочного масла. Обжариваю до золотистого цвета. И когда лук уже обжарится, добавляю чеснок. И продолжаю обжаривать до готовности. Вот тут как раз можно поменять рецепт. Лук с чесноком можно припустить в столовой ложке воды. Либо можно изначально отварить все вместе сразу с морковью и филе. В таком случае чеснок измельчать не нужно. Есть еще третий вариант. Лук предварительно можно запечить с чесноком в духовке. Но я думаю, поэкспериментировать стоит. Особенно тем, кто против жареного. Все приготовления закончены. Теперь осталось все измельчить. Первым делом измельчаю грецкие орехи. Далее в измельчитель отправляю филе, лук и морковь. Перемалываю до однородного состояния. Если нет измельчителя, все это можно перекрутить на мясорубке. В эту массу добавляю перец, соль, жареный лук с чесноком, грецкие орехи и мускатный орех. И сливочное масло. Оно должно быть мягким, комнатной температуры. Количество масла тоже можно поменять в меньшую сторону. Но совсем отказываться я бы от него не стала. Так как это будет совсем другой вкус. И все взбиваю до однородной консистенции. Получилась вот такая масса. Обязательно попробуйте на соль. При необходимости досолите. И готовый паштет раскладываю по банкам. Мне удобно разложить в две банки. Сначала мы съедаем одну баночку, а затем уже открываем вторую. Этот паштет хранится в холодильнике дня 3, максимум 4. Если семья большая, то он более двух суток точно не задержится. Убираем в холодильник, охлаждаем и наслаждаемся вкусными бутербродами. И кстати, вареный лук совсем не чувствуется. А вот жареный лук с чесноком дают невероятный аромат и пикантный вкус. И если мне придется исключить обжарку, то я лук с чесноком запеку именно в духовке. Этот паштет намазка получается очень вкусный, а также очень сытный. Поэтому много за раз съедать я его не рекомендую. Хотя остановиться очень сложно. Вот таким простым, но интересным рецептом я и хотела с вами поделиться. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить вкусные новые видео. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok